Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала разберемся с ситуацией, так сказать, в общем. Вы живете с девушкой три года. Пишите вы. Три года. Наверное, до этого момента, до того, как вы начали жить, вместе вы встречались. И уже, наверное, тогда девушка проявляла себя, ну, каким-то определенным образом. То есть, ну, она давала понять, что у нее такой достаточно пессимистичный взгляд на мир. Да, такое вот ощущение, что с миром что-то не так, что мир не в порядке, вот, что она не в порядке, вот. Такая история. И вы, вы, видимо, что, мирились с этим или как? Ну, если, вот, она вела себя так, а вы ее, вот, типа, принимали. А может быть, вы ее не принимали никогда, но вам, а... 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 свою неудовлетворенность, как бы, ну, значит, подношению к ней. Когда вы стали замечать, что ей, что она, точнее, она, не соответствует тому, что вы хотите. Понятно, да, о чем вы говорите? Дальше. В последнее время, значит, стали часто ссориться из-за бытовых проблем. Понимаете, как бы ссоры, связанные с бытовыми проблемами, возникают из-за неудовлетворенности, из-за завышенных ожиданий, из-за страхов, которые могут возникать у вас, например, или у нее. То есть, за ссору, которая, например, вот случается с вами, да, вам именно желательно брать на себя ответственность. Вот. Понимаете? То есть, чего вы хотите? Что вам нужно? Почему, например, вам неприятны какие-то темы для разговора? Почему вы считаете, что девушка должна что-то для вас делать? Например. Ведь это, это право, но не обязанность. Как-то. Вы пишете, довела до скандала, значит, довела, если вы оставляете себя жертвой. Снимаете себе ответственность. Ну, это она виновата. Но ведь скандала не было, если бы вы в ином не участвовали. Если бы вы находились в гармонии с собой. А если скандал произошел, значит, в гармонии с собой вы не находите. Вопрос. Почему? Собрал уже вечер, решил уйти, но она остановилась. Да, у нее сейчас исправится. Ну, вот, Алекс, вы же понимаете, что это уже не любовь. Это какие-то уже коммерческие бизнес-отношения, которые к реальным, да, к реальным отношениям. А никакого, никакого вообще, ничего общего не имеет. Ну, если, если вы понимаете, о чем, о чем я говорю, конечно. То есть нужно, чтобы вы отдавали себе в этом, в этом отсчет в первую очередь. Именно в этом чтобы вы отдавали себе отсчет. Получается, что вы захотели, э, хотели, вы хотели, чтобы, э, девушка изменилась, как бы, чтобы девушка, ну, исправила. И тогда после этого вы будете, ну, наверное, с ней, да? Если она исправится, если она изменится. А если она не исправится, если она не изменится, то вы с ней, соответственно, не будете. Вот это вот некая такая, знаете, уже, как бы, ну, условность происходит, да? То есть некая условность такая-такая. Можно ли назвать это отношениями, где партнер принимается безусловно, безусловно? Нет. Нельзя. Можно ли считать, э, что вы, э, предъявляете к девушке претензии и не говорите о своих чувствах, э, в реальном времени? Ну, то есть, изначально сразу вы ей не говорили о том, э, что вам нравится, что вам не нравится, что вы хотите, что вы не хотите. Вот. Изначально вы, скорее всего, этого не делали. Вот. И вопрос возникает, опять же, почему вы ничего не делали? Кхм-кхм. Дальше. Значит так. Остановим его. Э, нет, Алекс. Э, она, это не она вас остановила. Это вы хотели останови- остановиться. Вы сами хотели остановиться. Да. Вопросы заключается в том, что именно вы хотите, и насколько, вообще, э, э, ваши желания, mett, реале- реализуется! То есть реализуются, насколько они реализуются, ваши желания. Вот. Понимаете? Это важный момент в этой истории. Но не нужно думать, что это она вас остановила. Здесь вы перекладываете ответственность с себя на неё. Потому что вы и только вы сделали свой выбор. И делаете его каждый день. Каждый день вы делаете выбор. Каждый. Каждую минуту, каждую секунду вы делаете выбор. Дальше. Сам катаюсь в командировке и до приезда в основном наблюдая вечный бардак. Ну. Как бы. Опять же, вы же девочку выбрали. Она же вам понравилась. Вы же её, ну, по идее, любите. И вам она нравится. То есть вы можете назвать её какие-то, ну, положительные качества. Например. Вы можете вспомнить, почему вы с ней вступили, как бы, ну, в отношениях. И это, соответственно, даст вам необходимую информацию для сравнения. Что было тогда и что есть сейчас. Дальше. Она много ленится, а я не могу жить в грязи. Ну, тут момент. Либо вы мотивируете девочку не лениться. Либо принимаете грязь ради того, чтобы находиться с любимой женщиной. Потому что грязь, это вообще, понятие такое, ну, довольно-таки, растяжимое. То есть, кто что считает за грязь. Ну, вот, серьёзно, серьёзно, кто что считает вообще за грязь. Что можно считать за грязь. Кхм-кхм-кхм, за грязь. Знала ли девочка о том, что вот вам, ну, что у вас вот такая история, что вам, ну, вот, нужно это. Вот, узнали ли вы, что она ленится? С чего вы решили, что она не будет лениться с вами? Вот на эти вопросы вы ответили. То есть, бывает, конечно, такая история, когда человек хочет леняться. Меняться. Ради другого. Но, такой человек меняется, как правило, только потому, что в нём самом есть изначальное желание это делать. А бывает, что нет. Если девушка ленится, значит, она не хочет меняться. Это не значит, что она вас не любит. Это значит, что просто её все устраивают. И вы не можете её замотивировать Кхм-кхм, на то, чтобы менял. Вы не можете её замотивировать. Почему не можете? Это уже, это уже другой вопрос. Почему вы не можете замотивировать её Кхм-кхм-кхм, на перемену. Можете ли вы вообще это сделать? Это тоже очень важный вопрос, на самом деле. Потому что вполне может быть, что это вам не по силам. Отдельный вопрос. Да, отдельный вопрос. Вы для чего с ней в отношениях? Для себя или для неё? То есть, пока складывается такой ощущением, что вы в отношениях для себя. Вот. Не для неё. То есть, как бы, вы не делаете её счастливой. Вы не хотите сделать её счастливой. Да, по понятным причинам. По причине того, что вы сами, как бы, ну, нуждаетесь в чём-то. Но, тем не менее, если вы не ставите цель, ну, общую глобальную цель сделать свою женщину счастливой, вот, то тогда, может быть, вам в отношениях это ещё рано. Дальше. Эм, да. Часто нам не о чём поговорить. Эм, ну, опять же. Опять же. Я понимаю, что вам, эм, бывает, ну, вот, часто бывает не о чём поговорить, я понимаю. Прекрасно. Но, вопрос заключается в том, опять же, было ли так всегда, или это, вот, стало появляться после, ну, каких-то событий, может быть, с того времени, как вы начали ссориться. Или, может быть, что-то ещё было, такого, о чём вы здесь не пишете, допустим. То есть, если раньше вам было о чём поговорить, а потом перестало, то это, это проблема, её нужно исследовать. Если вам всегда было не о чём разговаривать, но вы всё равно были вместе, Возникает вопрос, а для чего тогда вы вместе были? Какую цель-то преследовали? На чём тогда основывались ваши, ваши отношения? Так, забрагивая философию, мне не очень приятно это слушать, потому что моё мнение с её мнением не пересекает. Эм, Алекс, ну, здесь я буду предельно замечательным. Вы пишите, что вам неприятно слушать, потому что её, ваше мнение с её не совпадает. Алекс, вы даёте себе отсчёт в том, что то, что вам неприятно, это ваша реакция. Это вам неприятно, это вас как-то задевает. Девушка здесь ни при чём. Понимаете? То есть, вам неприятно, но не из-за того, что она говорит. Не из-за того, что ваши мнения не совпадают. Вам неприятно почему-то по более глубокой причине. Вас как-то задевает то, что она говорит. Алик, может быть, вас вообще задевает то, что мнения не совпадают. Или что-то ещё. Ну, Алик, это ваша личная ответственность за то, что девушка не согласна с вами, а вы не согласны с ней. То есть, это нормально, что взрослые люди, да, имеют разное мнение на что угодно. Опять же, непонятно, как вы раньше-то были, ну, были, жили вместе. Потому что я не уверен, не уверен, что это началось вот только в последнее время. То есть, я не уверен, что только, ну, только в последнее время вы стали вот испытывать такую трудность с тем, что то, что говорит девушка вас задевает. Вот, я об этом не уверен. Я думаю, что, скорее всего, так было ещё раньше. Просто, возможно, вы терпели? Да, возможно. Но это уже детали. То есть, если вы терпели, значит, на этом были причины. Приходится терпеть. Опять же, что терпеть? Алекс, что конкретно терпеть вам приходится? Что и почему вам приходится терпеть? Почему вы считаете, что нужно терпеть? Вообще. То есть, по какой причине вы считаете, что нужно терпеть? Ради чего терпеть? По какой причине терпеть? То есть, я имею в виду... По какой причине вы именно терпитесь? То есть, почему вам неприятно? Что в этом неприятного для вас? Вы делали в чувствах определённого рода? Или... Дело в чём-то другом. Не в чувствах. А, например, просто понимание того, что вот, ну, вы не хотите, вам это неинтересно просто. Неинтересно, там, Франсофия или что-то ещё. Это важно. Это очень важно. На самом деле. Дальше. Так. Только совсем не терпёшь. Говорю, давай сменим тему, я хочу отдохнуть. А как вас утомляет тема Философии, Алекс? Она не хочет постоянную поддержку. Допустим, она всегда этого хотела, и вы, очевидно, ей давали эту поддержку. Что случилось потом. Постоянно говорили о работе и о том, как мир несправедлив. Допустим, допустим, у человека есть проявление депрессивного состояния. Допустим, у человека есть негативные представления о мире. Допустим, но это всё её представление. Понимаете? Это всё её представление о мире. И весь вопрос заключается в том, насколько вы её принимаете. То есть, принимали ли вы раньше, как, ну, то, как она себя вела. Или вы не принимали раньше её. Тогда возникает вопрос, а для чего вы, как бы, с ней, опять же, в отношениях. Да? Вот. Понимаете? То есть, всё это волей-неволей наводит меня на мысль о том, что, возможно, 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 ещё раз повторю, возможно, вы сами не чувствуете гармонии в, ну, в себе самом. И из-за этого вам, вот, очень хочется, чтобы девушка как-то, вот, ну, отвечала вам, там, что-то и всё это. Она не делала чего-то такое, ну, чего-то от того, что вам не нравится, допустим. Понимаете? Вот. Вот. То, что можно вам ответить. На ваш вопрос. Так. Как решить данную проблему? От чего вы хотите, Алекс? У менять девушку, это одно. Поменять себя, это другое. Изменить, значит, ну, соответственно, характер ваших отношений. Это... Третье. Вот. Чего хотите. То есть проблемы есть? Да. Согласен. Ну, но... Проблему можно решать... Эээ... 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 Как бы, ну... В разных направлениях. Проблему можно решать. Понимаете? И вопрос заключается в том, да, на что вы нацелены. Вот. Понимаете? Такая история. Так что определитесь, пожалуйста, с тем, чего вы хотите, вот, с тем, что вам нужно, и что вы готовы, и что вы готовы и будете с этим делать. И вот, соответственно, уже можно, исходя из этого, будет вам что-то рекомендовать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.